Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня в видео мы затронем такую проблему здравоохранения, как оказание медицинской помощи. И поговорим мы сегодня о ней в контексте именно маммологических пациентов. Сегодня на приеме врач-онкомамолог сталкивается с огромным количеством направлений от гинекологов, хирургов, терапевтов, которые сами по себе не являются показанием для консультации. Сегодня идет сброс огромного количества непрофильных пациентов на прием к онкомамологу. И диагнозы, цели, направления, они вызывают волнение, потому что это показывает полное незнание врачей на местах о той нозологии, с которой они направляют пациента. Пациенты недообследованы, пациенты с неправильными диагнозами. И все я это видео сегодня продемонстрирую и постараюсь заострить видео на основных проблемах именно врачей на местах, что сегодня работает не так и что нужно реально исправить. Итак, все подробности видео смотрим. Здравоохранение это головная боль и простого народа, и чиновников, но в сегодняшнем видео мы не будем говорить о политике. Для этого есть специально обученные люди. Сегодня мы поговорим о неэффективности работы системы здравоохранения и будем говорить не абстрактно и не в общем, мы поговорим в срезе онкомомологии. В настоящее время поток пациентов в онкологические учреждения и в частности в котором работаю я определяется активностью ряда специалистов поликлиник, которые обслуживают районы города по территориальному принципу, а именно это врачи-гинекологи, терапевты, хирурги и врачи-онкологи первичных онкологических кабинетов. Эти врачи первично взаимодействуют с пациентами и должны проводить первичную диагностику и скрининговые методы исследования. Если у пациентки заподознен рак молочной железы, выше озвученные врачи должны провести диагностику в соответствии со стандартами, но все хорошо лишь на бумаге, по факту все далеко не так. Сегодня пациенты с любой патологией молочной железы и немолочной железы направляются к онкологу-мамологу, причем без адекватного обследования или вообще без него, мотивируя это тем, что онкологи разберутся. И это не выполнение своих обязанностей и в ряде случаев просто халатные отношения. Я не говорю, что все врачи плохие и ничего не делают, но проценты таковых растут с каждым годом. Стандарты обследования и объем при подозрении на то или иное злокачественное заболевание четко продиктованы приказами, однако исполнение этих приказов в большинстве случаев не происходит. Качество обследований, так сказать на местах, я имею ввиду маммографию и УЗИ молочных желез, тоже не всегда контролируется и его информативность очень низкая. В среднем цифра неинформативного обследования может достигать 30-50%, и это тоже очень тревожит. Итак, вывод из вышесказанного – это участившиеся случаи неадекватного обследования женского населения или неинформативного обследования в поликлиниках по месту жительства, необоснованное направление пациентов в онкологическое учреждение и таким образом нарушение неэффективной его работы, перекладывание ответственности на чужие плечи. Следующим моментом является неграмотное оформление направлений, с которыми пациенты обращаются в онкологическое учреждение, где нет кода по МКБ, что является обязательным требованием, часто нет адекватного диагноза, и цель направления тоже остается в ряде случаев призрачной. Вы можете видеть несколько примеров направлений, которые оказались в руках онкомомолога на приеме. И это далеко не все. После прочтения такого творчества невольно задумываешься о компетенции медицинских сотрудников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, какие основные проблемы врачей, терапевтов, гинекологов, хирургов, которые сталкиваются с проблемой молочных желез в поликлиниках? Первое. В большинстве случаев это незнание патологии молочных желез и ее клиники. Второе. Незнание протокола обследования молочных желез. Третье. В ряде случаев это неумение оформлять направление к онкомомологу в соответствии с очень принятыми нормами. Четвертое. Безучастное отношение к пациентам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оправдание этим врачам тоже есть, и я выделю это в следующие пункты. Первое. Загруженность приема, когда нет возможности заниматься нюансами, будучи ограниченными временем приема. Второе. Отсутствие тематического усовершенствования по проблемам молочных желез и попросту знаний. Третье. Отсутствие должной диагностической базы в поликлиниках, когда с маммографами проблемы, или с аппаратами УЗИ, или очередность страдает и так далее. Сегодня необходимы коренные изменения в существующем здравоохранении. Я не говорю, что прям все плохо. Просто есть проблемы, и их нужно решать. И мое видение такое. Первое. Это создать оптимальные условия работы врачей в поликлиниках, когда будет время не только на бумажки, но и на общение с пациентом, и времени на это будет достаточно. Второе. Это проверить на профпригодность и компетентность врачей, привлечь на работу квалифицированных специалистов. Третье. Провести инвентаризацию оборудования в поликлиниках и модернизировать слабые моменты. Четвертое. Ввести протоколы обследования или донести их до каждого врача, как действовать при злокачественных заболеваниях, что нужно делать. Пятое. Создать условия для развития врачей и совершенствования их навыков. Подобные меры позволят более качественно проводить обследования на местах, в поликлиниках по месту жительства, позволят снизить число неинформативных обследований, снизить поток непрофильных пациентов в онкологические учреждения и сделать их работу по профилю более эффективной. Кроме того, эти меры позволят избавиться от недобросовестных сотрудников. Пациент в таком случае будет меньше проявлять недовольство и писать жалобы. Здравоохранение – это не куча медицинских услуг. Это система помощи людям. Система оздоровления нации. Вы посмотрели видео. Я думаю, выводы напрашиваются сами собой. Необходимо провести какую-то реформу. Именно в том направлении, про которое я сегодня говорил, нужно что-то делать, потому что это реальная угроза эффективности работы здравоохранения в целом. Пожалуй, на сегодня это все. Как всегда, мы увидимся в моих следующих видео. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok